Хоба! Всем здарова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем смотреть различные видосики по скибиди-туалетам. На этот раз от Неми. Ссылочка на него будет в описании. О чем дом-студио? Да, ребята, мультивселенная скибиди-доп-доп. В общем, ребят, приятного просмотра. Обязательно ставьте лайкосик, залетайте в Телеграм, это очень-очень важно. Вот, уведомления плюс расписание там каждый день. Погнали смотреть. Клокмены, значит. Окей, давайте узнаем, что здесь происходит. Автор дом-студио. Это, наверное, мой самый любимый мультиверс по скибиди-туалетам, и он отличается от других, потому что он чертовски оригинальный. Он задействует кучу отсылок на поп-культуру, на интернет-мифы, и задействует в своей вселенной даже теоретиков по скибиди-туалетам. Там Момо, Момо. Еще в этот список можно добавить то, что данный мультиверс делается не в Source Filmmaker, в отличие от Дафул Бума, от Верванса, Ноу-Скилл Клатча и многих других. Он делается в блендере, поэтому картинка смотрится несколько иначе. Здесь есть очень... Вот я и думаю, потому что этот фан-мейт, он, ребята, самый красивый. Прям HD. То есть смотри, как красиво все это сделано. Вот я тоже вот это заметил. Есть страшные моменты, от которых можно наложить полные штаны. Здесь очень качественная и плавная анимация. И самое главное, уровень эпика не уступает другим авторам. Конечно, то там, то сям вылезет какой-то ляп, но без этого не бывает. В любом случае, это очень достойный сериал по скибиди-туалет. И я вам предлагаю разобраться в сюжете данного творения. План таков. Мы пробежимся по всем сериям, которые доступны на данный момент. Это 17 полных серий. И попытаемся ответить на главный вопрос. Что же здесь, блин, происходит? У меня уже есть похожее видео на канале, только там мы обсуждаем мультивселенную Верванса. Поэтому, если кто не видел, то обязательно посмотрите. Посмотрите, посмотрите, ребят. В общем, берите чего-то вкусного и все это запить. С вами Неми. Погнали останавливать время. Там The Skibe Divars, в общем. Ну, кстати, тоже фан-мейт неплохой. Итак, мультиверс от Дом Студио. Первая серия начинается сразу с эпичной битвы, в которой участвуют наши любимые титаны. Камерамэн и спикермен. На титанов нападают астро-скибидисты. Если во вселенной Дафука этого чувака мы видели в единственном экземпляре, то тут же ему подобных очень много. Они как рядовые солдаты. Пока титан-камерамэн прикрывается руками от огнеметов астро-скибидистов, к нему сзади подлетает паразит и берет титана под контроль. Притом, ты заметил? Там еще холодильник у него маленький какой-то. Чувакамерамэн улетает вместе с астро-скибидистами. Спикермен отправляется в погоню. Тем временем на сцену выходят клокмены. В этой вселенной они это элитный отряд под командованием капитана Клокмена. Капитан это клокмен в конусной шляпе. Сами же клокмены это такие классические английские джентльмены-аристократы. Это видно по их стилю одежды и по манерам капитана. Само же действие происходит в Англии. Это мы узнаем в следующих сериях, обратив внимание на Биг Бен, находящийся в Лондоне. Здесь есть большой клокмен с молотом, клокмен-будильник, высокий клокмен, который умеет останавливать время и клокмен-маятник. Капитан дает оператору часы, который позволяет сопротивляться остановке времени. Высокий клокмен использует свои способности и весь мир вокруг застывает. Агенты решают не терять зря времени, будят своих и раскладывают на скибидистов взрывчатку. Затем время снова идет своим ходом, и мы видим, как скибидисты взрываются и отправляются к туалетному дьяволу. Вторая серия мультиверса. Клокмены продолжают сражение, и вот их накрывает залпом ракет, но высокий клокмен снова останавливает время. Затем прилетает главный воздушник... Это офигенная способность, я такой в детстве хотел останавливать время. Клокмены покидают опасное место, и пока они летят в штаб-квартиру, будильник наблюдает за спикерменом, который показывает, как он умеет танцевать. В это время маятник изучает книгу о растениях, а это значит, что маятник очень любит цветочки, и тому подтверждение мы увидим немного позже. Будильник, похоже, понял, как танцевать, и присоединился к спикермену. Вот они все прилетели в штаб-квартиру, где их встречает еще один клокмен с головой в виде больших часов с кукушкой. Маятник сразу видит на базе колбы с цветочком, который завянул, но он показывает свою способность восстановления. Это то же самое, по сути, как перемотка времени, только направленное на один предмет, а не на целый мир. Цветочек снова в отличном виде, и к нему подбегает будильник, но маятник бьет его по рукам, мол, не трогай, это мой цветочек. На этом фоне ребята начинают спорить. Тем временем капитан смотрит на компьютер, и будильник дает сигнал о том, что квартира клокменов окружена скибеде туалетами. Они выходят на улицу, и таки правда, видят огромное количество толчков, которые уже готовы разнести тут все в клочья. Но раздается звук Биг Бена, камерамен смотрит в сторону этого звука, и серия заканчивается. Третья серия. Происходит перемотка времени. Действие переносит нас снова в город, а точнее на крышу одного из зданий. Снова звук Биг Бена, и в сторону скибеде мутанта летит часовой сюрикен. Происходит взрыв, после чего кавера переводится вправо, и мы видим огромного Титана Клокмена. Вокруг летают скибедисты, но Титан имеет на руке пушку, которая стреляет зарядами остановки времени. Вот приходит большой скибедист, но Титан заражает свою пушку и выпускает усиленный заряд розового цвета. Затем еще один заряд зеленого цвета, и скибедист переходит под контроль Титана. Ну а что, не только же скибедиста подчинять всех своей воле. Скибедист начинает атаковать свою штуку, прилетая скибедисту. Да, да, вот это вообще любимый момент, конечно. Скибедист, который очень странно выглядит. Следующая серия и похожая Дом Студия уже раздобыла модельку скибеде ученого получше. Между ними начинается бой, также прилетает Джиммен, а еще астроскибедист, который, между прочим, ворует один из сюрикенов Титана. Клокмен с легкостью расправляется со всеми, а на горизонте уже виден зараженный Титан Камерамен. Но капитан Клокменов просит Клокмена Титану, чтобы тот не причинял вреда Камерамену. Он определенно нужен живым. Титан кивает и телепортируется. Пятая серия начинается с прогулки по городу Большого Спикера и Высокого Клокмена. Но тут у Клокмена начинаются глюки. Похоже, где-то рядом магнит. И правда, прилетает Большой Скибедист с магнитом, который разрывает пополам Высокого Клокмена. Но тут прилетает Титан Клокмен уже с двумя подчиненными своей воле скибедистами. Шестая серия. Клокмен останавливает своей пушкой скибедистом магнита. На планшет оператора приходит уведомление, что Титан Спикермен прибыл в штаб-квартиру Клокменов и он в безопасности. Но вот летит Титан Камерамен и начинается эпическая шварка между двумя громадинами. Клокмен замедляет время, чтобы попытаться убрать паразит. Но обойдя Камерамена за спину, он никого не обнаруживает. Камерамен хорошенько лупит молотком Титана, но затем Клокмен все-таки валит Камерамена на землю и решает все же добраться до паразита. И буквально вырывает его из Камерамена, но к сожалению паразит слишком плотно засел внутри Титана. И Клокмен вырывает паразита вместе с его головой, что привело к гибели. Клокмен понимает, что он не справился со своей задачей и случайно убил Камерамена. И решает все исправить, отмотав время назад. И вот Камерамены снова живой и зараженный. Прилетает в скибиде ученый с магнитами. И пока Клокмен отвлекался на них, Титан Камерамен набрал хороший разгон и в полете всадил свой молоток прямо в ядро Клокмена. После чего Титана захватили скибидисты. Седьмая серия нам показывает, как Титан Спикермен добирался в штаб Клокменов. Он приносит оператора и тот заходит внутрь, где видит картину. Собрали все Клокмены и стоят возле стола, на котором лежит половина тела высокого Клокмена. Черный туман и вот Тиви-мен телепортировал большого спикера, который несет на руках вторую половину Клокмена. Маятник решает попробовать тот же фокус, который он проворачивал с цветочком. Но, к сожалению, здесь его сижу маловато. Там Тиви-вумен же, да? Вообще, по идее, телепортировал. А, вот-вот-вумен. Мы видим отсылку на коричневого камерамена до Фукбума. Агент бежит к Тиви-вумен в надежде ее обнять. Но не успевает, она исчезает быстрее. И так, Клоквумен обладает более сильной способностью восстановления. И высокий Клокмен снова целый и невредимый. На планшет приходит уведомление. Титан Клокмен захвачен. Восьмая серия. Идет допрос скибидиста, который не хочет раскалываться. Но его решает поджарить. Жареный скибидист. Капитан Клокмен использует довольно-таки интересную тактику допроса. Он убивает скибидиста и отматывает время назад. Чтобы снова и снова его убивать. После такой пытки скибидист сдается. И рисует точное место нахождения захваченного Титана Клокмена. Дальше большой Тиви-мен решает кое-что показать Капитану. Мы видим, скорее всего, от лица Вантузмена. Который сидит в неком подобии глич-туалета. Также рядом сражается Титан Спикермен. И вот происходит будто бы землетрясение. И под землей видно, как передвигается что-то в сторону Титана. Спикермен уже готов туда стрелять. Но Клокмен-будильник бьет тревогу. И показывает, что не надо стрелять. Ведь это свои. Из-под земли вылазит новая раса. Это дрели-мены. Также с под землей остался Титан-дрели-мены. Но я его называю Титан-бур-мен. Потому что для обычной дрели он как-то великоват. Девятая семья, господа и дамы. Мы снова смотрим от лица оператора на крыше здания. Его спасает дрели-мен, который стреляет гвоздями. Затем прилетает корабль Клокменов. И оператора забирают. Дальше действие переносится на скибедистов вертолетов. Жуткий звук доносится из-под земли. И на свет вылазит Титан-бур-мен. Он показывает свои способности. А это руки, которые могут вытягиваться на длинные расстояния. Также он может создавать землетрясение. Мимо пролетает спикер-мен. И что-то ему говорит. Конец серии. Десятая серия. Начинается операция по спасению Титана-клокмена. Агент-оператор использует новую Клок-гранату. Которая останавливает время. На оператора вот-вот нападет огромный скибедист-пила. А дрели-мен в этот момент начинает заражать свою пушку. Правда, судя по тому, как он ее заражает, это надолго. На машину вылазит скибедист с бензопилой. И в этот момент скибедист со спутниковой связью делает оповещение, что на базу скибедиста влетят основные силы Альянса. После чего из черного тумана появляется высокий Клок-мен и Тиви-мен. Время останавливается. И агенты бегут в бункер, где лежит тело Клок-мена Титана. Но тут прилетает зараженный камер-мен. И с ним уже в схватку вступает Спикер-мен и Титан-бур-мен. Оператор заходит внутрь бункера вместе с остальными. И они видят Титана. Вот только за ним спрятался скибедист с паяльной лампой. Он уничтожает агента. Ну уже ремонтирует, наоборот, видишь, сварщик. У нее тоже ничего не выходит. Вот уже третья попытка, но в этот раз Вантуз-мен. У него все получается. Спикер-вумен благодарна и хлопает в ладоши. Агенты решают испробовать некие устройства, которые, по идее, должны спасти Титана. Но, к сожалению, устройства просто ломаются. И ничего не происходит. Также в бункер проникает большой скибедимагнит. 11 серия прилетает Титан Спикер-мен и уничтожает скибедиста с магнитами. Титан использует огнемет, из-за чего магниты нагреваются и теряют свою силу. Затем Спикер-мен подбирает тело Клок-мена, и можно видеть, что ему это дается нелегко, ибо Клок-мен чертовски тяжелый. Затем из-под земли вылезает подземный скибедист, который явно сделан на основе технологий дрель-менов. Но его протыкает копье одного из новых элитных агентов, а именно элитный Клок-мен и Исо Тойлет. Это отсылка на двух ютуберов, скибедитеоретиков, которые ведут свои каналы на английском языке. Затем действие переносится на улицу, где до сих пор сражаются Титан Камер-мен и Бур-мен. Камер-мен хорошенько избивает Бур-мена, а затем и вовсе повторяет то же, что сделал с Клок-меном. Протыкает молотком ядро Титана, но он начинает злиться и создает землетрясение. Погружает Камер-мена под землю. Также сзади Титана прилетают снаряды остановки времени, которые остановили его джетпак. Затем еще один снаряд прямо в пушку и на вторую руку тоже. В этот раз снаряды выпустила Клок-вумен. Леталка Клок-менов прилетает поближе, и высокий дрель-мен с помощью своих дрелей-щупалит все-таки достает паразита. Вуаля, Титан Камер-мен освобожден, а побитый Бур-мен снова прячется под землю. Прямо операция целая, да? 12 серия. Похоже, тело Клок-мена Титана так и не донесли до базы. Оно лежит посреди развалин города, а войска Альянса отбиваются от нашествия скибедистов. Титан Спикер-мен отбивается тоже, как может. Затем прилетает Камер-мен и говорит Спикеру, мол, улетай отсюда, я сам разберусь. Камер-мен очень злой, и он агрессивно уничтожает скибедистов. Затем еще и ломает здание в придачу. В конце серии мы видим темный туман. Вот только кто из него появился, нам не показывают. 13 серия. Действие ведется из-под земли. Большой агент Дрели-мен, скротившись клубочком, пробивает путь отряду. Затем ребята вылазят на поверхность. Я вообще думал, там Титан ведется полным ходом. В центре сражения Титан, который разносит скибедистов на право и налево. Наш оператор проходит через все это поле сражения и добирается до здания с надписью «База Скибедилаборатория номер 4». Внутри чуваки обнаруживают скибедилученого с электрошокерами, но его быстренько убивают. Также здесь можно увидеть доску с отчетами времени, вставную челюсть и кучу хлама. Элитные агенты тоже тут. Агент Спикермен находит некую папочку, на которой написано «Скибеди Апокалипсис». От увиденного в этой папочке Спикермена начинает трясти. Он просто в шоке. После чего его убивает элитный Клокмен. Та же участь ждет и оператора. На этом моменте у Иса Туэллетт можно увидеть на экране надпись. Никаких спойлеров. Также с ними еще третий ютубер-теоретик, который изображен в виде логотипа его канала. Это ютубер Моби. И тут несколько теорий. Либо наши ютуберы-предатели, и на самом деле они находятся на стороне скибедистов, либо же это ломание четвертой стены. В этой папочке находится сценарий всего сериала. А эти не спойлери? Соответственно, ютуберы не хотят, чтобы сценарий стал достоянием общественности и убивает агентов во избежание спойлеров. 14 серия. Агенты избивают скибедистов. Всем весело. Ну а на планшет оператора приходит уведомление, которое отправил сам дом студио. Это заметно по его логотипу. Уведомление гласит «Это ловушка». Затем прилетает Титан Спикермен. У него какие-то неполадки с джетпаком. Но тут также прилетает некое подобие скибедист-женщины с белыми глазами и наполненными кислотой ракетами. Она использует технологию астроскибедистов и издает очень страшные звуки. Камерамен спасает спикера и вступает в схватку с новым скибедистом, у которого изо рта вылезает щупальца и снимает линзу с камеры камерамена. Но в конечном итоге цвет камеры Титана становится красным от злости. И он очень сильно избивает скибедиста. А вот и вылез Бурмен. Все решают отсюда уходить, но Бурмен почему-то хочет остаться и сражаться до последнего. Оператор не успевает сесть в леталку и остается снимать действия Бурмена. Он сражается достойно, но тут появляется скибедеученый, который использует пушку Титана Клокмена и останавливает Бурмена. К нему уже идет скибеде лава. Но тут у Бурмена спрятан фокус. Он десантирует свою голову и покидает тело, затем запускает режим самоуничтожения, выпуская ракеты с 250 тысяч тонн тротила. Конец серии. 15 серия. Войнушка на мосту. Наш оператор пробивается через все эти жесткие баталии и добирается до капитана Клокмена, чтобы передать ему планшет с показателями всех Титанов. И тут что-то начинает происходить. Само время и пространство излучает силу. Появляется некий персонаж, которому, похоже, подвластны путешествия во времени. Пока что нет информации, кто это. Возможно, это некий капитан Клокмен из далекого будущего, который прибыл в прошлое, чтобы помочь Альянсу. Он излучает огромный поток энергии, который уничтожает скибедиста, а затем исчезает. Все остаются в недоумении. 16 серия. В подворотних улиц агент убегает от жуткого скибедиста, который орудует лезвиями, да и сам похож на живого мертвеца. Он таки догоняет оператора, но его спасает новый персонаж, дрейль вумен. Она очень прикольно выглядит. Ей удается ослепить скибедиста, затем она спокойной походкой его смывает. Также прибывает войска Альянса и уничтожает скибедиванную. Конец серии заключается в отсылке на англоязычного ютубера, который снимает реакции, а именно Джаст Коузи. Его персонаж изображен в виде мутанта скибедиста, но при этом он не агрессивно настроен. Он пытается разобраться с каким-то девайсом. Позже мы узнаем, что эта штука в его руках телепортер. Джаст Коузи видит агентов и говорит, что пришел с миром. Он не хочет никому причинить зла. Но агенты все же решают поджарить ему задницу. В испуге Джасту все-таки удается активировать девайс, и он уносит отсюда свои ноги. 17 серия. Это пока что последняя серия на данный момент. Действие снимается отрицательная гуман. Там вообще-то 18-то еще, но... Она с джетпаком и спасает агента. Также подстригает башку одному из скибедистов. Силы Альянса прибыли к еще одной базе врагов. Но тут из темного тумана появляется огромный скибедист, который ничего не видит. Агенты стараются не шуметь, но, к сожалению, шум все-таки поднимается из-за баночки на асфальте. Скибедист начинает уничтожать всех агентов, но на помощь прилетает улучшенный спикермен. Ему заменили пушки слишком толстые двери. Тиви Вумен берет за руку камера Вумен и они решают телепортируются внутрь. А внутри довольно-таки мрачная атмосфера. В одной из комнат мы видим скибеди Аннабелек, которые играют скибеди Вумен и отрывают ей голову. Тиви Вумен в шоке решает закрыть двери. Они открывают следующую, а там уже отсылка на популярный интернет-миф Момо, чудовище, которое живет в WhatsApp. Из нее тоже сделали скибедиста, похожего на паука. Девочки сражаются с ней, но по итогу Момо умирает от золотого копья элитного Клокмена. Да, элитные агенты тоже тут в сборе. Моби, элитный Клокмен и Исо Тойлет. Пока они любезничали с камеры Вумен, Тиви Вумен снова нашла ту самую папочку, в которой находятся спойлеры и которые нельзя никому показывать. Но Тиви Вумен уже просканировала ее и отправила прямо на базу Альянса. Элитные агенты смирились с этим и похоже уже в следующих сериях мы узнаем, что же на самом деле скрывалось в этой папочке. На этом все, господа и дамы. Мы прошли все серии на данный момент и что же я обо всем этом думаю? Скибеди Мультиверс от Дом Студио это очень интересно и очень качественно. Мне нравятся персонажи данного мультиверса, а также стиль повествования, который становится все страшнее и страшнее. А центральная идея с заигрыванием со временем и эта чертова папочка со спойлерами придает мультиверсу смотрибельности. Поэтому для меня этот сериал однозначно на втором месте после оригинальных скибеди туалетов до фукбума. Хочу вам напомнить, у меня есть на канале озвучки всех серий, а также есть очень ламповый телеграмм. Залетай, не стесняйся. Что там еще? Лайк, подписка. В общем, фэшкерри. Всем пока. Ну что же, друзья, в принципе, Неми все правильно сказал. Да. И вот интересная информация о том, что оказывается это в блендере сделано. Я и думаю, что-то как-то слишком даже красиво. Даже по сравнению с оригиналом очень красиво сделано. Прям очень. И сюжет отличный, ребята. И новые титаны вот эти великолепные. Время действительно, Неми правильно говорит. И вот этот вот хоррор. Мома. Боже мой. Спойлеры. Что же там дальше будет? В общем, ребята, будем с нетерпением ждать новой серии. Вайкосик обязательно. Залетайте в телеграмм. Подписывайтесь на Неми. Бай-бай, дорогие братья.